Здравствуйте! Сегодня мы прочитаем Бытие 27 главу. Будем читать с 1 по 40 стих. Будем читать достаточно много. Пожалуйста, откройте Бытие 27 глава, 1 стих. Если вы нашли, я начну читать. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз, его он, призвав старшего сына своего, сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твои, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревейка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исаак в поле достать и принести дичи. А Ревейка сказала сыну своему Якову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господнем перед смертью моей». «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей». Яков сказал Ревейке матери своей, «Исав, брат мой, человек осмотый, а я человек гладкий. Может стать, очупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие о неблагословении». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и прийти и принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какой любил отец его. И взяла Ревейка богатую одежду у старшего сына своего, Исава, бывшую у нее в доме, и одела в него младшего сына своего, Якова. А руки его и гладкую шею его обложила кушей козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Якову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему, «Я, Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичь моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь бог твой послал мне навстречу». И сказал Исак Якову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли мой сын Исав или нет». Яков подошел к Исаку отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос сына Якова, а руки руки Исава вы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматый и благословил его. И сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исак сказал, «Подойди, подай мне, я поем дичь сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». И Яков подал ему, и он ел, и принес ему вина, и он пил. Исак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исак запах от одежды его, и благословил его и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь». Додаст тебе Бог от росы небесной и от ука земли множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господин над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твои, проклиняющие тебя прокляты, благословившие тебя благословены. Как скоро совершил Исак благословение над Яковом, и как только вышел Яков от лица Исака, отца своего Исаф, брать его пришел слов леди своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Сань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословил меня душа твоя». Исак же отец его сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой Исаф». И вострепетал Исаф весьма великим трепетом, и сказал, «Кто же это, который достал дичи, принес мне, и я ел от сего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Исаф, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня». Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исаф, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое? И еще сказал он, «Неужели ты не оставил мне благословения?» Исаак отвечал Исафу, «Вот я поставил его господина над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебами и винами. Вином, что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исаф сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение, благослови меня, отец мой?» Он возвысил Исаф голос свой и заплакал. И отвечал Исаак отец его и сказал ему, «Вот оттука земли будешь, обитание твое и отрасы небесные свыше». И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь Иго его свы с твоей. Мы читаем Слово. Если мы ясно не будем знать сердце Господа Бога, мы можем не понять тот смысл, который Бог хочет нам передать. Если мы посмотрим Писание, мы можем ясно увидеть то, что Бог хочет нам передать. «В чем же разница между нашим сердцем и тем, что Бог хочет нам передать Библию?» Например, мы считаем, чтобы получить благословение, нам надо прилагать усилия, трудиться или что-то делать. Но Бог показывает, что таким способом мы не сможем получить благословение. Исаак хотел благословить Иса в одно, дал благословение Якову. И чему же Господь Бог нас учит через эту историю? Для того, чтобы мы получили прощение греху и получили благословение, нам нужно оставить все наши человеческие стереотипы. Если мы не будем знать сердце Господа Бога, мы не сможем вести духовную жизнь. Поэтому самое важное между супругами, чтобы было у них одно сердце. Нужно, чтобы одно сердце было между родителями и детьми. Но еще важнее, чтобы между нами и Богом было одно сердце. Господь в Писании во многих местах выражает свое сердце. Однако, к сожалению, люди через свои мысли начинают транслировать Слово Бога. Поэтому Бог поясняет, «Ты так думаешь, но я думаю иначе». Знаете, люди по-разному трактуют Слово, написанное в 27 главе книги Бытия. Некоторые люди говорят, что вот, Яков обманул, поэтому испытал потом многие трудности. Но эти слова не соответствуют воле Господа Бога. Потому что в 27 главе есть очень важный момент. А именно, что здесь важно? Для того, чтобы мы получили благословение Бога, нам не нужно чем-то заниматься, нам не нужно быть честными, нам не нужно трудиться, нам не надо стараться. Потому что они никак не связаны с благословением Бога. Однако, к сожалению, многие люди, которые не знают сердце Бога, которое есть в Библии, они считают, что нужно быть честным. Они считают, нужно быть верным перед Богом. Они считают, что надо стараться. Но Бог говорит, «Нет, не это мне требуется». и Бог поясняет нам это. Что многие люди сегодня не понимают в Писании? Да, и совпослов отца усердно трудился и охутился. Яков же обманул отца, получается. Поэтому им непонятно. Знаете, что говорят многие проповедники сегодня? Они говорят, что Яков испытал трудности, потому что он начал обманывать. и эти люди совсем не знают волю Господа Бога. Библия очень ясно показывает нам волю Бога. Однако люди, которые погрузились в свои мысли, они не знают волю Бога. Как я говорил в прошлый раз, есть история о человеке, который попался разбойником. в истории о человеке, который попался разбойником, есть два человека. Иными словами, в этом мире есть две группы людей. Первый — это спаситель, который спасает. И есть спасаемый, которого спасают. В истории о человеке, который попался разбойником в Евангелии от Луки, законник сказал Иисусу, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Не нашими добрыми делами мы наследуем жизнь вечную. Жизнь вечная не зависит от наших дел. Мы получаем жизнь вечную по благодати. Если можно было бы делами, но Иисус говорит, не делами мы получаем. Что написано в послании кремлянам, ибо вы благодатью спасены через веру. И это не от вас, а Божий дар. Написано, не от дел, дабы никто не хвалился. так говорит нам Писание. Послание к Ефесянам написано, что мы по благодати веру и спасены. Но многие люди считают, что своими усилиями могут получить спасение. И Господь Бог должен был показать, что не нашими стараниями мы получаем спасение. Даже сегодня многие люди считают, что надо стараться, чтобы получить благословение. Они много молятся, считают, что нужно быть верным, что надо прилагать усилия, трудиться. Они считают, что надо быть честным. но это не так, чтобы мы получили прощение грехов и родились свыше. Все это не требуется. Не усилиями мы получаем спасение. Посмотрите в Писание. Ибо благодатью вы спасены через веру. Это не «И сие не от вас Божий дар». Написано «По благодати». Благодати не должно быть ничего от нас. Благодать не требует цену. И мы ничего не платим. То, что мы получаем, ничего не сделав называется благодать. Сегодня многие христиане по всему миру. Скажите, сколько человек думает о спасении? Практически нет таких людей. Все считают, что надо прилагать усилия, что надо быть верным, что надо молиться, что нужно исполнять заповеди. По этой причине в истории о человеке, который попал за разбойником. Есть добрый самарянин и есть человек, который попал за разбойником. Добрый самарянин символизирует не нас, а Иисуса Христа. там есть Спаситель и Спасаемый. Кто является Спасителем? Тот, который спасает нас от греха. А Спасаемый, то есть того, которого спасают, это тот, который получает спасение. Есть две группы людей, два типа людей. Первая группа — это те, которые попали за разбойником. Есть самарянин, который спасает. И человек, попался за разбойником, символизирует нас, которые проиграли греху. Кого символизирует самарянин? Иисуса Христа. Иисус сказал, и вы делаете так же. Причина, по которой Бог дал нам закон, был не для того, чтобы мы исполнять закон, получили благословение. Бог сказал, если исполните все, получится благословение. Однако Бог знал, что израильтяне нарушат закон. Поэтому, когда Господь Бог давал каменные скрижали, они пришли не только с каменными скрижалями, где был написан закон. Бог показал Моисею небесную скинью, показал жертвенник, умывальник, стол хребопреломления и жертвенник воскурения и затем сказал, все, что я тебе показал, сделай, когда спустишься с горы. Разумеете ли это? Для чего нужно делать скинью? Когда израильтяне согрешат, они должны прийти в скинью и прийти жертву за грех. Поэтому Бог сказал, если кто-то согрешит, нужно заколоть агнца, тогда прощайте ему грехи. Когда израильтяне сказали, что они все исполняют, разве Бог им поверил? Бог не верил в то, что человек сможет делать доброе. Если бы человек мог делать доброе и не грешить, тогда в чем смысл отправлять Иисуса? Если мы можем жить не греша, зачем нам нужит Иисус? Мы согрешили. Мы совершили зло. А важнее, никакими нашими усилиями мы не сможем очистить наш грех, даже каплю нашего греха. Люди были гордыми. Они думали, что они смогут исполнить закон Божий. Они думали, что если будут стараться, они смогут стать добрыми. Но это не так. Мы не можем получить оправдание, делая доброе. Исполняя закон, мы не можем стать святыми. Потому что мы уже те, которые нарушили закон и должны получить проклятие. Ни один из нас не могут получить благословение, исполняя закон. Евангелие от Луки 10 главе. Что сказал законник? Что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Давайте я вам задам вопрос. Что нам нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Усердно молиться? Покаяться? Делать добрые дела? Исполнять заповеди? Ничто не может помочь. Что бы мы ни делали, мы не можем унаследовать жизнь вечную. Нужно говорить «Аминь» в такой ситуации. Что бы мы ни делали, мы не сможем даже очистить каплю нашего греха. Если мы чем-то можем очистить наш грех, если мы можем с вами делами получить жизнь вечную? Зачем Иисус умирать на кресте? Он умер на кресте, потому что нашими силами мы не можем унаследовать жизнь вечную. Многие люди читают Бытие 27 главой и не могут понять, что Бог хочет нам сказать. Почему не могут понять? Но Яков обманывал, как он получил благословение? Почему же Бог благословил обманщика? Исаф был же честный, он охотился, как сказал ему отец, и приготовил кушание? Но Исаф получает проклятие, а Яков благословение. Люди не могут понять смысл этого слова. Почему же Яков получает благословение, а честный Исаф получает проклятие? Библия написана очень простыми словами. Ефесян на 2 главе 8 стихе написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». А давайте вместе прочитаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Что такое спасение? По благодати, через веру. благодать, это не когда мы даем свои старания, усилия. Люди долгое время обманывались сатаной, и они считают, что нужно заплатить какую-то цену. Что-то надо заплатить от себя, усилия дать, получаем зарплату за наш труд, получаем награду за нашу учебу. Люди привыкли к тому, что они получают, дав что-то взамен. Но когда Господь Бог очищает наш грех, Он очищает не за что-то наше. А как написано здесь? За что Он дает? Как дает? По благодати. Благодати это когда мы ничего не сделали, когда мы ничего не заплатили. Наш Господь, Он великий и удивительный. Поэтому Он хочет дать нам не за наш труд, а по благодати, дарам. Когда ребенок рождается, ведь мать кормит, правильно? Скажите, это милость или это цена? Это по благодати. Он ведь ничего не сделал, за что ему дают? От него вышло кал и мачал. Что это ребенок дать матери взамен? Это не взамен дается. Это не из-за доброй дела ему дается. Что сделал Господь? Этот закон спросил, что мне нужно сделать, чтобы наследить жизнь вечную? Что мне нужно сделать? Однажды я был в одной стране, и там был один из очень известных пасторов. И я беседовал с ним. Он говорит, что служил Богу, и 14 лет за это сидел в колонии. Очень сильно страдал в жизни. Я спросил, вы получили прощение грехов? Можно ли попасть в Царство Небесное? Он говорит, конечно, я попаду в Царство Небесное. Пастор, я 14 лет сидел в тюрьме за Иисуса. Неужели я не попаду в Царство Небесное за это? Но Библия говорит нам иначе. Здесь написано, не делами, а по благодати. Сидеть в тюрьме это дела. Тогда он спросил, пастор, разве вы были когда-нибудь в тюрьме? Я сказал, нет. Да, я ходил передавать слова в тюрьму, но никогда не сидел в тюрьме. Он говорит, вы думаете, только я страдал? Мои дети оказались на улице. Вы хоть представляете, как вся наша семья страдала? И вы хотите сказать, что я не попаду в Царство Небесное, пастор? Я сказал ему, в Царство Небесное мы не идем делами, не нашими усилиями мы идем, не за наш труд мы идем в Царство Небесное. В этом мире всегда требуют какой-то труд, чтобы что-то вы получили. Ведь зарплату вы получите за ваш труд, награду получите за ваш вклад. И к этому мы все привыкли. И многие люди считают, что Царство Небесное мы попадаем за наши заслуги. Этот законник спросил у Иисуса, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Тогда Иисус сказал, как в законе написано и как читаешь? В законе написано так. Всем сердце, всей душой, вас люби Господа твоего и ближнего твоего, как самого себя. Тогда у нас следуешь жизнь вечную, получишь спасение. Всем сердце. Скажите, вы можете всем сердцем вас любить? знать, мне хотелось читать Библию. И знаете, когда я ехал в машине и ждать время светофора, мне было очень жалко. И поэтому я открывал Библию. И перед светофором я читал Библию. Но когда я погружался в слово, я слышу, сзади сигналят мне. Все машины уехали, только я один стою. И так шло время. И потом мне стало неудобно, и я перестал читать Библию за рулем. Когда я веду машину, если я даю душу слово, тогда я не могу вести машину. Могу ли всем сердцем читать Библию? Не получается, когда я за рулем. Не получается. Я много распробовал, но не получилось. Возлюбить всем сердцем, душою, это не получается у нас. Поэтому Иисус спрашивает, как написано в Писании и как ты разумеешь? иначе этот человек может понять слово вот так и по другому. Есть люди, которые понимают, что если я буду стараться, я смог получить благословение. Есть люди, которые так думают. Но Библия говорит, что таким образом мы не сможем получить ничего. Всем сердцем, всей жизнью возлюбить Господа Бога. Если мы все сердце отдали Богу, как мы можем работать? Не получается у нас. Человеку всем сердцем что-то делать невозможно. Поэтому Иисус сказал, кто ближний мой? Иисус сказал, некоторый человек шел из Иерусалима и Ерихон и Стец сказал разбойникам. Разбойники разделили его и оставили его едва живым. Один священник шел той дорогой и убежал. И левит прошел мимо. Проходил добрый Самарянин же. Он спас его. Кто ближний для этого человека, который попался разбойником? Тот, который помиловал. Иисус сказал, иди ты поступи так же. Слова Иисуса очень глубокие. Знаете, почему Иисус сказал сделать так же? Потому что это возможно? Потому что если человек попробует, он поймет, что у него не получается. Что это невозможно. Некоторый человек шел из Иерусалима и попался разбойником. Почему уже священник убежал? Он уже попался разбойником. Здесь есть разбойник. Тогда и со мной может произойти такой же. Он помог? Нет, просто убежал. Или левит убежал. Кто? Добрый Самарянин. Добрый Самарянин, который помог символизировать не нас, а Иисуса. Иисус, наставил свою жизнь за нас. Знаешь, что там есть разбойники, он спас нас. Иисус сказал, и ты поступай так же. Иисус сказал так. Почему? Потому что если попробует, он поймет, что не получится. Тот, который не пробовал, скажет, что попробует. А мы же увидим, что не получается. Могу ли я рисковать своей жизнью, как этот Самарянин? Только один Иисус будет рисковать своей жизнью. Но мы обманываемся собою, считая, что у нас получится. Давайте я вам задам вопрос. Любите ли ближнего своего, как самого себя? Поднимите руку, кто есть такой. Любите ближнего, как самого себя? Это не получится. Да не получится просто. Это невозможно. Не получится у нас. Это не то, что у нас под силу. Только один Иисус может совершить это. Недобрыми самарянинами мы должны стать. Недобрым самарянином мы должны стать. Если сказать точно, чтобы получить спасение, недобрым самарянином нам нужно стать. Нам нужно стать человеком, который попался разбойником. Почему? Почему сегодня многие люди стараются стать добрым самарянином? Поэтому их духовная жизнь сложная ведь. Как я могу отдать свою жизнь ради жизни другого человека? У нас не получится. Люди обманываются. И люди умничают. И они хотят показать, что они хорошие, молодцы. Что же нам говорит Бытие 27 глава? или Евангелие от Луки? Что же нам они говорят? Что сделал человек, который попался разбойником, чтобы спасти себя? Он как-то помог себе? Нет, он ничего не сделал, и священники и леви не помогли ему. Сегодня люди думают, что они являются добрым самарянином. Они обманываются, считая, что они смогут что-то сделать. Они обманываются, думая, что они смогут исполнять закон. Обманываются, считая, что они чистые. И умничают. Но это глупо. Притворяется, что у них есть вера. Но это лицемерие. Это ложь. Бог сказал, что у человека нет добра. У человека есть только грязное. Надо стыдиться перед Богом. Мы не можем быть добрыми. Кем мы должны стать. Мы должны быть человеком, который попался разбойником. Нам ничего не нужно делать. Очень ясно написано в Писании. Очень часто люди трактуют слово, как им хочется. Говорят, надо стараться, надо прилагать усилия. Написано, по благодати вы спасены через веру. И сие не от вас. Понимаете? Спасение не от нас, а Божий дар. Не надо стараться получить спасение. Не старанием мы получаем спасение. Не добрыми делами мы получаем спасение. Одно условие Иисус Христос должен совершить. Аминь. Сегодня многие люди неправильно передают слово. Они учат, что мы должны стараться как добрый самарянин. Но в Писании добрый самарянин сверстит Иисуса Христа. А мы это человек, который попался разбойником. если кто-то не спасет, мы не можем спасти себя. Что сделал человек, который попался разбойником? Он ничего не сделал. Что говорит Библия? Когда мы говорим о добром самарянине. Самарянин же некто шел из Иерусалима в Ерихон и увидев жалился. И что сделал самарянин? Сблизился перевязал рану, воздевал масло, воздевал вино, посадил на своего сла, перевез в гостиницу и позаботился о нем. На другой день вынул два динария и сказал позаботься о нем. Если сдержишь, что более я, когда возвращусь, отдам тебе. Что сделал человек, который попался разбойником, чтобы спасти себя? он сделал ничего. Среди десяти дел, что он сделал? Он ничего не сделал. Спасение находится в руках самарянина. Чтобы получить спасение, нам не надо ничего делать. Добрый самарянин должен прийти и спасти нас. И мы должны верой принять это спасение. В чем различие между Исавом и Яковом? Исав своими усилиями, охотясь и за это, он хотел получить благословение, но таким образом он не сможет получить спасение, потому что спасение это благодать. Не ценой мы получаем. Поэтому наш Господь через эту историю Иса был честным и трудился он усиленно трудился, чтобы поймать дичи и сделал дичь покушение и получил благословение. Тогда получат это дела, а не благодать. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Через веру вы спасены. Мы не сделали ничего. Но поскольку Иисус все совершил, будет благодать, когда мы ничего не сделаем. 25 лет тому назад мне подарили часы. Это часы компании Омега, они очень хорошие. Мне подарили часы. Мне подарили в Лос-Анджелесе. Примерно в то время эти часы стоили тысячи долларов. 25 лет я ношу их. Я так благодарен. Я был очень благодарен за подарок. Когда я ездил в Африку, я не брал эти часы, боялся, что я потеряю их. Поэтому я брал очень дешевые часы. Я экономил и берег эти часы. Мы долго с ними уже живем вместе. В то время эти часы примерно стоили тысячи долларов. И состояние такое же, которое было, когда я их получил. но то, что изменилось, это направление стрелок. А все остальное одинаковое. Одинаковое. Очень хорошие часы. Эти часы стоят тысячи долларов. Но если я хотя бы подарю один доллар, это значит, я заплачу цену. благодать это когда дает бесплатно. Я это тренировка, хорошо, просто показываю. Образно показываю. Если я хотя бы заплачу один доллар, даже один цент, это уже не подарок. Бог по благодати спасает нас. Если мы заплатим наши стараниями, тогда это уже не будет благодать. И тогда не получится спасение полноценное. Понимаете? Хотя мы ничего не сделали, мы должны верой принять то спасение, которое Иисус приготовил для нас. Однако люди живут в этом мире и думают иначе. у него спрашиваешь, как ты стал отличником? Уферном учился. Ты как зарабатываешь? Я старался. Везде требуется цена. Нет ничего, что в этом мире получилось бы бесплатно. Но больше все дает наоборот по благодати. Когда мы родились, сколько он заплатил за это красивое лицо? Перевозчик должен выглядеть хуже, чем я. Конечно, то, что он хорошо знает английский, что я могу по этому поводу сказать? Но он красивее еще меня. Сколько он заплатил, чтобы родиться красивым? Когда мы покупаем машину, мы платим, правильно? приходит сотрудник компании, спрашивает, какую машину вы хотите? Вот это так хорошо. Какие функции вы хотите? И если ты заполучишь цены, тогда ты получишь машину с этими опциями. Если нет опции. Да, если ты не заполучишь за опцией, ты получишь только машину с двигателями и колесами. Сегодня есть очень много разных машин. и сколько ты заплатишь, ты сможешь получить хорошую машину или плохую. Так, столько это денег на опции. Вы заплатили, сколько заплатишь, чтобы получить красивое лицо или тело. Все мы получили бесплатно. Люди привыкли платить что-то в этом мире. почему Исаф не смог получить благословение Бога, скажите? Бог хотел по благодати, по милости дать нам спасение. Исаф же хотел получить благословение своими усилиями и своим трудом. Но Яков же ничего не сделала через то, что мать сделала получать благословение. Ревейка мать приготовила. Ревейка дала одежду брата. У него не было волос, но мама взяла кожу и наложила на руки. Яков ничего не сделал. Он все получил по милости матери. Так же касается нашего спасения. Не мы что-то делаем для спасения. Если вы добавляете ваш труд, уже не будет благодатью. Если я хотя бы заплачу один доллар, тогда этот подарок и сейчас не будут подарком. благодать мы получаем бесплатно, даром, ничего не сделав. Люди не понимают. Что значит 27 глава бытия? Исаф же так старался, он же так охотился. Охота ведь непростая. но что же сделал Яков? Исаф он же ходил с луком, правильно? Попадает в таз дичи, но дичь убегает. Если олень убегает, надо бежать. И снова стреляет, попадает вторая стрела, но все равно бежит дальше. Проходит через холмы, горы, и потом дичь падает. Например, вот олень, допустим, да? Минимум будет весить сто килограммов, правильно? И с этим нужно возвращаться, проходить через холмы. Вы представляете, как это тяжело? Человек просто устанет. Почему же Исаф не смог получить благословение? Исаф хотел получить благословение ценой своих усилий. Бог же ни в коем случае не дает благословение взамен наших усилий. Он дает бесплатно, и это называется благодать. Благодать это когда мы ничего не даем взамен. Ничего не даем. И это очень хорошее. Так благодарен за это даром. Исаф он охотился и привез отцу, приготовил кушни и хотел получить благословение. И отец тоже этого хотел. Но Бог же не хотел этого. Что же он показывает нам через эту историю? Люди которые платят цену они не получают благословение. А люди которые ничего не сделали. Люди которые получают благословение через то что мать сделала. Это не я сделал. Это становится благодать матери. Если я делаю это уже не благодать это долг. Многие люди не могут понять твою седьмую главу бытия. Они говорят я же согрешил. Я же должен плакать покаяться. Я же должен молиться. Я же должен делать добрые дела. Тогда Бог примет. Они думают так. Писание говорит по благодати вы спасены через веру. Истение от вас о Божий дар. Не от дел. Дабы никто не хвалился. Если я делаю добрые дела я могу хвалиться. Я получил спасение. Потому что сделал много добрых дел. Попробуй у тебя получится. Богу не угодно именно это. Не делами. Даром по благодати. Не заплатив ничего. Бесплатно. Вот как Бог хочет нам дать. Он не хочет дать нам за какую-то цену. живя в этом мире человека. Люди усердно молятся, постятся, прилагают усилия. Старание это тоже есть цена. Что говорит Кремленам 4 глава? Делающему вменяется не по милости, но по долгу. если мы что-то делаем и получаем, это будет не милость, а будет долг. 4 глава Кремленам 5 стих. А не делающему, но верующему в того, кто оправдает нечестивого. Бог называет нечестивого права. праведным. Кто оправдывает нечестивого? Не делающему тот, который согрешил. Ему говорят, что он оправдан. Хотя он согрешил, но если делает, если заплатит цену, это будет не благодать. Это не милость. поэтому написано меняется не по милости, но подолгу. Но если мы не заплатим ничего, а Иисус Христос очистил мои грехи, я всего лишь согрешил. Бог хочет научить нас этому. Поэтому написал 27 главу книги бытия. Исаев хотел делами получить благословение, но не получил благословение. А Яков же хотя ничего не сделал, вместо него кто-то сделал. Мы тоже ничего не сделали, но за наш грех Иисус вместо нас умер. Какое же это удивительное спасение, когда люди не знают бытия 27 главу. они скажут, почему Яков который обманул получил благословение, а честный Исаев получил проклятие. Но я хочу еще раз вам сказать, что мы идем в Царство Небесное не делами. Тому кто ничего не сделал по милости, Бог дает благословение. Совершились зло, совершили грех, не делающему нечестимому дается спасение. А тому кто сделал добро, Бог не дает спасения. Когда мы получили спасение, ой, Господи, Бог, молился, я постился, я пожертвовал, все это оставьте, выбросите. Это спасение мы получаем по благодати. Иисус Христос умер на Христе вместо нас. Иисус заплатил цену, которую мы должны были заплатить. Если мы что-то заплатим теперь, мы не получим благословения. Мы будем прокляты. Ничего не нужно делать. Потому что написано, что делаешь вы, меня есть не по милости. Бог же хочет спасать нас только по милости. За дела Он не дает нам благословения. сегодня люди из-за того, что слишком хорошо все делают, не получают спасения. Не могут достичь спасения. Это удивительно. Хотя мы ничего не сделали. По милости мы получаем спасение. Может кто-то из вас сделал добрые дела? Исполнял закон? Много пожертвовал? помогли ближнему? Оставьте все это в сторону. У вас были мысли, что вы получили благословения, потому что вы сделали то или иное дело, правильно? Оставьте их. Бог хочет дать по милости. Когда Он очищает наш грех, Он дает ничего не сделав. Нам, которые ничего не сделают по милости. Поэтому Быти 27 главе вы рассказываете, как Исаф и Яков получают благословение. Исаф, он по слову отца пошел на охоту, но получил проклятие. Яков же он всего лишь согрешил. Но мать дала ему благословение. Так он получил благословение. как Ревека все сделала, так же Иисус сделал все, чтобы мы получили благословение. Вы согрешили? Иисус решит этот вопрос. Он не дает за цену. Даром. Когда мы живем в этом мире, сатана нас обманывает. И мы хотим получить благословение за какие-то дела наши. И поэтому нам кажется, что надо что-то делать. И это естественно. Но такому человеку Бог не дает спасение. Спасение это благодать. Там не надо дать ничего. Нет дел, нет усилий, нет труда. Сто процентов дается даром по благодати. Если мы сделаем добрые дела, это уже не благодать. Если мы заполучим цену, разрушается милость, поэтому уже не будет милостью. Сатна обманул нас. Чтобы мы получили спасение, Сатна говорит, что надо стараться. Если мы стараемся, сплачена цена. Поэтому Бог не может спасти нас. Читая Библию, мы познали эту истину. Я не был таким. Мы не сделали доброго. Я совершил только зло. но когда Иисус Христос умер на кресте вместо нас, Он искупил нас от греха. Чтобы получить спасение, что сделал человек, который попался разбойником? Он ничего не сделал. Написано, делающим обменяется не по милости. Бог же спасение дает по милости. Поэтому ничего не нужно делать. с жаленью, с от на искус сил многих людей. Из-за того, что сегодня люди не знают Писания, они говорят, почему же Яков, который совершил обману, получает благословение, а Иса получает проклятие? Если мы нашими делами получаем спасение, никто из нас не получит благословение. Никто не может совершить совершенное спасение. Мы были скверными грешниками. Но Иисус умер на кресте за нас. И Он очистил наш грех белее снега. Так мы стали святы. Поэтому написано «По благодати вы спасены». Он дает даром. Мы получаем даром. Нельзя платить цену. Сегодня многие люди не знают Писание. Они считают, что нужно делать добрые дела, и тогда мы получим благословение. Такому человеку Бог не может дать благословение. Может кто-то с своим усилием получил спасение? С своим трудом получил спасение? Это не так. Написано «По благодати вы спасены». И не от вас. Все не от вас. А Божий дар не от дел. Делаем с чему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Этот человек не сел добра. Он только согрешил. Но Бог сказал, что он оправдан. если Бог говорит, что я правда, значит я правда. Мы так веруем. Я еще раз говорю вам, мы получаем благословение и не надо платить ничего, не надо предлагать усилий. Мы получаем по благодати. Яков, ничего мы не сделали. Мать приготовила, казан она сама выросла. Просто принесли отцу кушание. Яков получил благословение. Исаак хотел своими делами получить благословение, поэтому не смог получить благословение. Бог не дает за наши дела благословение. Как же мы благодарны Господу. Так ведь? Если бы Бог не сделал, никто бы не смог получить спасение. Иисус Христос на кризисе совершил все. И верой мы получаем спасение сегодня. Я благодарю всем, кто был в этом конференции, в этом семинаре. Мы познаем глубокую истину в этом слове. И я желаю, что не делами, а поблагодарить вы получили спасение. Все, кто молился за этот библейский семинар, все, кто передавал слово, все, кто поздравил нас, я всем выражаю благодарность такого грязного, как я Господь искупил. Я благодарю Господу, который искупил меня. не смотрите больше на себя. Я желаю, чтобы вы смотрели на Господа. Спасибо за внимание. Благодарю.